Действующий президент Украины и кандидат на пост главы государства Петр Порошенко в одном из выступлений заметил, что его конкурент во втором туре выборов шоумен Владимир Зеленский прячется за голограммой. Сравнение, конечно, имеет право на существование, если учесть, что реального Владимира Зеленского его избиратели практически не видели и представляют его в первую очередь по роли незадачливого президента в кавычках Василия Голобородько из сериала «Слуга народов» и миниатюром в популярном 95-м квартале одном из украинских клоунов российского КВН. Но оказалось, что выиграть у голограммы выборы гораздо труднее, чем у классического оппонента. Порошенко ведет самый настоящий бой с тенью, а тень только насмехается. За последние недели президент дал, кажется, больше интервью, чем за все пять лет своего пребывания на посту главы государства. Он даже пришел на канал «Один плюс один», принадлежащий проживающему в Израиле олигарху Игорю Коломойскому. Именно на этом канале в последние годы выходят и «95-й квартал», и сериалы «Шоумена». Но самого Зеленского на телеканале не было. Он поговорил с президентом по телефону. Впрочем, возможно, Порошенко, прекрасно осведомленный об отъезде конкурентов в Париж, именно этого телефонного разговора и добивался, чтобы зритель опорного для Зеленского телеканала «Один плюс один» услышал хотя бы голос живого кандидата. И действительно, участие публики этот живой неподдельный Зеленский вызвал такое же неподдельное изумление. Думаю, до второго тура выборов больше таких ошибок кандидат не допустит и перед широкой публикой не появится. Порошенко, который принял вызов Зеленского о проведении дебатов на стадионе «Олимпийский», предложил встретиться за неделю до выборов. Расчет понятен. Шок, связанный с появлением настоящего, а не телевизионного Зеленского, может оказаться столь сильным, что обрушит рейтинг вероятного победителя. Но окружение Зеленского понимает это не хуже президента и его команды. 14 апреля Зеленский никуда приходить не собирался. Он будет на стадионе 19 апреля, когда по договоренности претенденты должны находиться в студии общественного телевидения на предусмотренных законом дебатах. И, скорее всего, претенденты так и не встретятся лицом к лицу. Но даже если и встретятся, даже если и поговорят, до выборов останется всего лишь день. И потенциальный избиратель Зеленского просто не успеет понять или не захочет понять, что произошло. Можно называть Зеленского голограммой и виртуальным персонажем. Вот только выиграть у голограммы и виртуального персонажа очень трудно, почти невозможно. Просто потому, что избиратель связывает свои ожидания с персонажем, а не с реальным человеком. Виртуальный персонаж, и это действительно ново не только в украинской, но и в мировой политике, может ничего особенного не обещать зрителю. Он сам по себе есть обещание, сублимация мечты, которая у каждого поклонника своя, собственная. И, кстати, речь идет отнюдь не только о простых гражданах, но и о вполне серьезных людях, которые провели в политике не одно десятилетие. Изгнанный с Украины бывший президент Грузии Михаил Саакашвили активно агитирует за Зеленского, которого воспринимают как борца с коррупцией. Но Зеленского поддерживают и антагонисты Саакашвили, например, бывший премьер-министр Януковича Николай Азаров и другие соратники беглого президента уверены, что человек, которого они помнят как генерального продюсера главного провластного канала до Майданной эпохи, станет в будущем их союзником. Кто-то рассчитывает, что Зеленский остановит антинародные реформы последних лет, а кто-то ждет, что он начнет реформировать страну по-настоящему и решится на то, на что не смогла пойти после Майданная власть. Каждый ожидает от будущего президента окончания войны с Россией, но каждый представляет это окончание по-своему. Все это, взаимоисключающие надежды, понятно, что шансов удовлетворить всех у Зеленского нет и быть не может. Но пока он молчит, надежда побеждает. И не надежда даже, а тот, кто с ней олицетворяется. Поэтому самая главная проблема команды Порошенко – это заставить соперника развиртуализироваться как можно быстрее. А вот самая главная проблема команды Зеленского отнюдь не в том, чтобы прятать своего кандидата до выборов. Это как раз-таки не очень сложно и им удается. Самая главная проблема и самого Зеленского, и его окружения в том, что в случае победы на этих выборах виртуализация завершится. И по другую сторону экрана нового президента будет ожидать уже не Петр Порошенко, а украинский народ, рассчитывающий, что все его разнообразные мечты вскоре исполнятся. Виталий Портников. Очень интересно и точно. Я засчитал потому, что Портников высказывает ту же мысль, что и я. Конечно же, и сериал о Голобородько был не случайно. Выдвижение Зеленского было задумано заранее. Конечно же, нет никакого смысла показывать близко Зеленского и давать возможность ему говорить. Потому что этот человек беспробудно глуп. Потому что если многие услышат то, что он несет, люди начнут понимать, кого они собираются выбрать в президенты. И поэтому команда Зеленского будет тянуть вот это состояние до выборов. И тогда, конечно же, есть шанс, что одураченный лекторат все-таки выберет Зеленского, опираясь, как и говорит в статье Портников, на выдуманный виртуальный образ некоего борца с коррупцией. Ну а дальше, что будет делать в кавычках Зеленский, делать он конкретно ничего не будет, будут люди, которые стоят за ним. И страшно именно то, что эти люди настроены на сближение с Россией. Народу они преподнесут это как конец войны с Россией. Может быть, им даже удастся уговорить Путина на каких-то условиях. Но в реальности это будет такое ползучее, незаметное движение в сторону замечательного соседа. С кем можно договориться, делать бизнес, продолжать делать хорошие деньги – это именно то, в чем заинтересована так называемая команда Зе или люди, стоящие за ним.